итак долго я собирался хотел показать вспышки которые недавно приобрел это кактус 50 и но 565 и 560 мануальная вспышка в общем что мне не понравилось вспышках первое число мне кактус 50 то что она вот какая-то вся хлипкая если даже сравнивать с китайскими братьями все равно они как-то более качественно сделал сразу первое что бросается в глаза это такой башмак страны не знаю зачем они такую реализацию сделали могли сделать вот что-то такое чтобы закручивалась то есть нажимаете она фиксируется здесь и ступор выползает который не даст вспышки слететь с фотоаппарата но как-то это все криво держится сейчас я покажу зафиксировали нажали все но она немножко считается то есть она не жестко прям закрепилась есть вот так же снимать по бокам нажали стопор выскочил все снялась металл конечно ну хорошо что металл не будет стираться ну мне кажется пластмасс был за это все время не стерся сколько два три года работать что еще мне не понравилось в кактусе это такая кривая визитка это вообще и чтобы достать надо быть монстром и она вот так чуть торчит то есть как бы вы не прижимали она очень напрягает большой плюс у как то что у неё при вертикальной съемке сама башка поворачивается больше чем в обычной вспышке всегда так поворачивается строго вертикально и кактуса можно еще посильнее повернуть на 120 градусов здесь указано 120 градусов 120 градусов то есть при вертикальной съемке вспышка как бы у вас будет заваливаться немножко за спину и не будет пересвечивать верхнем участок кадра если особенно сфотографируется на широком углу это вот знаете очень удобно тоже на себе испытал и например на том же бинг-хоу приходится прикрывать немножко вот так ладошкой когда фотографируешь вертикальные кадры то есть дальше же голова не повернется все на дальше не поворачивается многие рекомендуют повернуть вот вот так вспышку и тем самым получается кнопка спуска на фотоаппарате у вас окажется под мизинцем не например я лично фотографирую с батарейной ручкой мне будет просто неудобно вниз держать кнопкой как-то круче надо быть монстром чтобы так фотографировать что еще хочу сказать по скорости перезаряда в принципе они одинаковы почти но все равно ингноу он намного не намного но быстрее заряжается и что еще на кактусе вот это вообще идиотское меню кольцевое то есть что до чего-то там добраться надо мотать 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 иногда просто уже когда ты перескочил то что тебе нужно проще выключить включить и снова мотать заново потому что иначе можно так не знаю очень много времени потерять ну по меню ничего рассказывать такого не буду потому что принципе кто инструкцию читал все поймет но например я нормально так и не понял чтобы она у меня работала правильно как светоловушка почему-то срабатывает не всегда от света именно от что поджигал я например какой-то одной вспышкой и поджигался тот же кактус как-то он или синхронизируется не всегда в попад видно что он срабатывает но срабатывает позже непонятно почему еще короче не разбирался что я в основном пользуюсь радиосинхронизаторы радиосинхронизаторы кстати на это кстати на радиосинхронизаторах она засыпает также как 45 у меня было до этого как-то 45 большой минус конечно приходится постоянно бегать и жать на вспышки там кнопочку что-то любую чтобы она проснулась а иначе она просто не будет заряжаться ну давайте сейчас вот пыхну это полный пых сейчас выставим и выберем вот мощность 1 к 1 можете посчитать сколько секунд она перезаряжается батарейки стоят аккумуляторные все зарядилось можно второй раз так батарейки стоят аккумуляторную выдают 2 300 миллиампер причем да реальные 2 300 у меня зарядка умная она показывает заряда полную емкость так также ставил в эти вспышки они лупы батарейки 2 500 миллиампер часов тоже хорошо себя показали принципе заряжается также ничуть там не быстрее также нормально где-то 6 7 секунд это что вот в целом вспышка нравится у нее принципе все нормально но очень как-то так вот не нравится как там задевает что ли как-то не очень легко все это крутится дело я вправо еще хорошо а вот и вверх-вниз такое ощущение что она как-то так вот не очень обращение всему склалось что 45 вспышка как тут была намного как-то прям лучше что сделано пирог башка у него чуть было пошире как-то и сама по себе на такое ощущение что было лучше вот тут не знаю кстати зачем порт нужен вот кто-то что-то писал ну толком никто ничего сказать не может что хочу сказать про ну я и брал в основном то из-за высокоскоростной синхронизации включается на двойное нажатие и так еще раз повторяю что я брал вспышку как-то 50 и только из-за высокоскоростной синхронизации включается она синхронизация на этой вспышке двойным нажатием двух кнопок то есть один раз нажали все видите аж загорелось он в меню фотоаппарата все отображается в принципе вот включился high speed синхронизации но из меню нельзя выбрать high speed переключить там на обычный режим да то есть странно почему так не реализовали на примеру и но там можно переключить на ходу там по 1 2 шторки здесь как бы не только может посмотреть что что вспышка умеет а что там еще вот и есть например что взять например основе приоритет выдержки можно уже выпить до одной восьмитысячной попробуем что против света сфотографировать со вспышкой на такой сфотографировать со вспышкой на такой выдержке нет у меня все равно ставит 1000 почему-то мануаль сфотографируем вот пожалуйста кстати хай спид работает на улицу конечно сейчас не не буду уходить но вот видите одна восьмитысячная 6.3 и пых вспышка подобрала сама мощь пыха все нормально так пожалуйста не пересвечено все нормально так номер давайте поговорим о 565 ну сделано конечно на порядок лучше чем кактус во первых крышечка батарейная у меня вообще просто радует открыл она сама открылась и спокойно меняешь батарейки то есть никаких проблем нет вообще ну как в кактусе там одной рукой держишь крышку второй там пытаешься батарейки засунуть все четко кстати здесь у меня сейчас стоят и не луп для 500 визитка четкая остается быстро все грамотно подсветка мне кажется все таки лазерная потому что знаете такой красный и грящийся такой свет с нее идет как с лазера для дополнительного блока подключения и для EPC порта вот не знаю мне такое исполнение больше нравится крепежа то есть она какое-то такое грамотно и в то же время надежно так включается она долгим нажатием на кнопку on off уже заряжена так что хочу сказать ну давайте наверное тоже также попробуем полный пых посмотрим на скорость перезарядки ну заряжается очень быстро то есть вот отлично мне вообще я в восторге к и снимаешь репортаж она перезаряжается очень быстро бывает получается что серии там до четырех-пяти кадров делать смотря если какая мощность конечно стоит также вот мне что нравится по ходу съемки на синхронизацию по первой-второй шторке переключаться можно одной кнопкой клавиши на вспышке то есть не надо здесь в меню там ковыряться переключать конечно можно из меню все это сделать но очень удобно но вот один минус при репортаже при вертикальном при вертикальной съемке вот почему они не реализовали чтобы вспышку можно было повернуть больше чем на 90 градусов а также там на 120 как у кактуса кактуса плюс большой то что башка ворочатся как умец вспышек они сделаны именно так вот что еще хочу сказать но в принципе по меню тоже здесь более как-то обширное меню что ли более тонкая настройка вспышки и все самое главное что все меню все сохраняется то есть один раз настроил выключил включил даже в батарейки вытащил но все равно все сохранила вспышка вот давайте на поговорим о ну мануально в принципе вспышка она по корпусу в принципе ничем не отличается наверно только тем что здесь нет никакой подсветки автофокуса вообще только стоит светоловушка в принципе помощности я так понимаю они одинаковы что это что это по размеру тоже 11 я их использую пятьсот шестьдесят еще одну докупил идет на зонты то есть на зонтах с радиосинхронизациями либо по светоловушке и работают отлично давайте попробуем тоже максимально посмотрим как она перезаряжается тоже быстро принципе батарейки здесь кстати стоят чуть похуже покажу здесь стоят 2 300 миллиампер часа причем реально выдающие эти 2 300 так ну что еще хочу сказать здесь один контакт с каждой вспышкой идут вот сингноу идут колпачки подарок продавца я так понимаю либо ну так они поставляются с кактусом не идет колпачок пришлось покупать и причем так как тусу не купишь колпачок я покупал на ebay пришлось искать для какой-то вспышки sony вообще то есть по размеру она подходит как бы все нормально но все равно честно плохо что они не кладут неужели такая мелочь и не могли положить также идут такие мешочки мешочек этот от кактуса такой не очень это тоже такой простенький мешочек от 565 посерьезно вот даже подставка кстати подставки тоже со всеми вспышками комплекте более серьезный мешочек ну приятно в общем в общем на основном в репортаже использую конечно юнг ноу где нужно или где больше портретов или делаешь кадры вертикальной вертикальном положении то конечно ставлю кактус и на улице само собой сейчас экспериментирую как бы снимал мало на улице еще и ну high speed synchronization работает да он на ней работает принципе мощность неплохая ну вот такой наверно обзор у кого может будут еще вопросы по вспышкам делал этот обзорчик специально для фотору вот в принципе все пока если что спрашивать да кстати еще хотел показать вам как работает автофокус вернее подсветка автофокус на нинку такая вот сетка но причем она реально она лазерная то есть это не тут уже без вопросов во первых свет играет то есть как на лазерной указке вот у товарищи многие спорят что используется просто сверх яркий светодиод это не так они знают что я не крутили в руках эти вспышки либо просто хотят показать себя умными это не так вот а у кактуса сейчас минуту ну на кактусе не не нравится подсветка автофокус и еще как-то так и не контрастно светит фокусируется и подсветка кстати да не всегда срабатывает как странно вот видите на на далекое расстояние конечно наш по контрастным вот нет не всегда кстати почему-то отображается страна не всегда загорается подсветка на по-другому она всегда срабатывает даже если голова вверх на карту всегда непонятно то есть здесь срабатывает в принципе всегда но более цепкий конечно подсветка аф здесь на вообще но прям вообще супер около 20 метров спокойная пробивал в темном помещении реально цепляется ну в принципе все думаю на этом можно закончить обзорчик если что спрашивать вопросы задавать на фотору в принципе вспышками доволен все пока